Николай Иванович Шишкин – русский педагог и ученый, физико-математик, автор научных и философских трудов, один из основателей гимназии Л. И. Поливанова, приват-доцент Московского университета. Биография. Николай Иванович Шишкин родился в 1840 году в семье пензенских дворян, прошел гимназический курс в Пензенском дворянском институте. По окончании института поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1862 году со степенью кандидата. В студенческие годы сблизился с литературным кружком Семьевского, был знаком с Д. И. Писаревым участвовал в студенческих волнениях. По окончании университетского курса решил посвятить себя астрономии, мечтая работать в Полковской обсерватории, доступ в которую давала лишь командировка от военного ведомства, поступил на военную службу. Некоторое время служил юнкером лейб-гвардии Павловского полка, однако вышел в отставку вскоре после того, как полк был брошен на подавление пульского восстания. После неудачной попытки стать астрономом Николай Иванович решил посвятить себя педагогической деятельности. В 1864 году он был назначен старшим учителем математики и физики в Тульской мужской гимназии, а в 1866 году переселился в Москву, где преподавал в Юнкерском будущем Алексеевском пехотном училище. В 1868 году Шишкин стал одним из основателей частной мужской гимназии Л. и Поливанова, а в 1873 – женской гимназии С. Арсеньевы, в деятельности которых до конца жизни принимал активное участие. С 1876 он также преподавал математику в гимназии Вениус, в которой проработал до 1902 года. В 1885 году Николай Иванович женился на своей ученице по Арсеньевской гимназии Ольге Ивановне Москвиной. В середине 1880-х годов Шишкин принимал активное участие в деятельности Московского психологического общества. Его научные и философские статьи помещались в журнале «Вопросы философии и психологии». В это время он стал известной в московских научных и философских кругах фигурой. Зимой 1895 года Николай Иванович заболел воспалением легких, которое навсегда подорвало его здоровье. После выздоровления он стал страдать сердечной недостаточностью и его силы стремительно убывали. Зимой 1906 года он вновь заболел воспалением легких и 8 декабря того же года скончался от остановки сердца. Похоронен на кладбище Московского Алексеевского монастыря.